И привет, хлопцы! С вами Швагнаслуга, Орес Сама! И этот год подошел к концу. Привет, мой любимый праздник! Мне нужна доза в пару серий Быть в ужастиках, комедиях, гареме Вернуться в школу, снова влюбиться Попасть в волшебный игровой мир Я так устал, все время злиться Почти забыл, как любил Дайте мне аниме, миллион серий Чтоб я до самой смерти не улазил из постели И в тетради смерти я б не написал ни слова Чтобы не видеть грусть, не видеть слезы снова И я почти ослеп, отлижу боль, любовь и сиськи И в конце сам, саму аниме 4 января. Искренние гетеросексуальные отношения, которые меняют дурнушку Это будет сериал, но при этом в жанре хентай В этот же день выйдет еще и Юрия, который у нас будет лицензировать в Аканим Пикник в потустороннем Первая встреча с Сорикой Несимой произошла в потустороннем После того, как она увидела эту штуку И чуть не погибла С того самого дня обычная студенческая жизнь Самой обычной студентки университета Сороа Камиоси Изменилась В этом потустороннем мире, наполненном огромным количеством различных тайн Которые существуют рядом с нашими собственными Появляются опасные существа Такие, как Куни-Куни и Хосяку-Сама О которых говорится в реальных историях о призраках Ради исследования получения прибыли И для поиска одного важного человека То реку и Сарау вступили в потустороннее Разумеется, я буду это ждать, потому что это Юрия История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем Ллойд Начинающий искать приключения, у которого, однако, есть большая мечта Он стремится обрести истинную силу А для этого надо добраться до столицы И пускай все соседи и знакомые считают его замухрышкой Ллойд это не останавливает И он покидает родную деревню Которая по сразу совпадению располагается Рядышком с одним из самых опасных подземелий Ллойд, считающий себя слабаком Приводит, наконец, в городок, где есть и другие искатели приключений И вдруг обнаруживает, что разница в силе намного значительнее, чем он предполагал Девушки-пони, славное дерби Второй сезон Этот уже начнется выход 5 января Мы все этого ждали Второй сезон выдающихся зверей 5 января Гекидол 6 января Линз нуля в альтернативном мире Второй сезон, вторая часть Айтюз, звездная сцена Сериал, дневник тренировок ABC Небесный отдел дизайна Считается, что мир был создан за 6 дней, да? А на сотворение всякой живности Богу потребовалось всего каких-то 2 дня Расскажите об этом сотрудникам небесного отдела дизайна животных Вот они и посмеются А может и заплачут Ведь на самом деле это в их обязанности входит в создание множества новых разнообразных видов животных Да и еще при этом им надо умудриться выполнить фантастические требования клиента Того самого Бога Так что работенка у них ой какая непростая Но зато крайне интересная Понаблюдав за работой отдела, мы сможем получить ответы на кучу вопросов Например, почему на земле не существуют единороги? Или почему звери такие вкусные? Какое животное в океане самое могучее? И кто будет в битве между птицей и змеей? Лично я буду это смотреть Максимально ничего не говорящие названия Идолы Это будет сериал Начнется выход 8 января Волейбольный клуб старшей школы Сейнин Вернувшись в родной город после того, как его выгнали из токийской школы Спортсмен Метика Хадима Вступает в волейбольный клуб в местной старшей школе Где встречается с своим другом детства Юни Курубой Юни обладает отличными физическими данными А вот психически не слишком закален И может спасать под давлением ответственности Тренировать эту непростую парочку А вернее сказать дрессировать Придется импульсивному и дембераментному капитану волейбольного клуба Синьетиро Оде Компанию им составляет талантливый и устроенный язык заместителя капитана Мисао Оки и Акито Кану У которого аллергия на солнечный свет Оооо, родная душа И это я разношу, что Компанию предстоит преодолеть свои слабости И устремиться к спортивным вершинам Одерживая победу не только над осойными соперниками Но и над самими Собохи Низгоуровневый персонаж Тамадзаки Что наша жизнь? Игра Примерно такого же мнения придерживается главный герой этого аниместа Доршеклассник Фумиа Томузаки И в общем-то для этого у него есть некоторые основания Ведь он один из лучших игроков Японии Но только он убежден, что Жиня это самая паршивая игра из всех возможных Нет никаких четких условий Выполнив которые сможет достичь успеха Никакой определенности и баланса Да и попросту говоря вообще никакого смысла нет В игре есть цель, есть награда А в жизни что? Несколько разочарованный в игре под названием Жиня Томузаки Знакомится с Аой Хинами Девушка, которая является игроком не хуже его самого И вот Аой предлагает юноше свою помощь В освещении этой сложной игры Наслаждается воин Сейлар Мун Вечность Ох, это немножко орно Потому что они убрали кристалл и запихали Вечность Ну да ладно, в всяком случае Это один из двух мун веков Которые нам расскажут Арку с Пегасусом Я не стала бы это смотреть Если б я не посмотрела первый сезон Еще одна штучка, которую По крайней мере я точно ждал Обещанный Варланд Второй сезон Эмми, Рэй и другим ребятам Благополучно удается покинуть территорию Креплюта Благодатный Дом Но перебрать заседанную отделяющую интернат От внешнего мира Еще не значит быть в безопасности Ведь теперь они в розыске Добавок, кругом сплошной лес Стоящее себе множество неизвестных А порой и бугающих вещей Дороги назад нет Единственным шансом на выживание Остается продолжить путь В поисках догадочного доброжелателя Ульгима в Минервы Однако это лишь начало Самое трудное ждет впереди Миндокопады до правды Задачи неизлегких Смогут лидить, преодолеть все трудности И найти тот самый свет истины Мувик по гентами Финал Я не читала мангу Но мне рассказывали Что там есть яндр И поэтому я буду это ждать Да, я паук И что же? Иссория берет свое начало в мире Где герой и повелитель демонов Два заклятых врага Ведут бесконечную войну друг с другом Не на жизнь, а на смерть Под влиянием могущественной магии Границы между нашими и их мирами Стираются Дрюс сопровождающий появление Сражающейся парочки Уничтожает учебный класс Вместе со всеми учениками Включая нашу героиню Девушка, которая в прошлом Уменяла плохую репутацию в школе И была мишенью издевательств Переродилась в виде Паука-монстра Впрочем, долго горевать она не стала И, свыкшись с новым обликом Решает бороться за свое существование В новом мире Кстати, главную героиню Будет озвучивать Ао Юки 9 января Проект Скарт Шрам Прейтер Сильнейший герой Обученный в тайном подземелье Когда у тебя за душой Толком ничего нет Незнакомой фамилии Ни богатства Ни связи То робот становится для тебя Последним шансом На достойное будущее в социуме Да что там Просто на выживание Сын мелкого дворянина Поэмни Ноа Растарга Утратил свой шанс Когда вакансия Вдруг делала ему ручкой А он не успел даже Приступить к своим обязанностям И неизвестно Чем бы все закончилось Но Ноа Р обладает Редкой магической способностью Он может общаться С великим мудрецом Способность казалось бы Перспективная Но у нее есть Неприятное побочное действие Ее использование Доставляет жуткую головную боль Ситуация она критическая И решив наплевать на боль Ноа Р воплощает мудреца Что ему теперь делать И получает ответ Что ему стоит отправиться В секретное подземелье Полное редких монстров Магических предметов Вот в этом тайном подземелье И предстоит Ноа Ру Начать тренироваться Набираться опыта И повышать уровень Мастерства и благосостояния Пока он не станет Достаточно могущественным Чтобы изменить собственную судьбу Пихоз дива Алиф Путь назад Дневники от Огамы Третий сезон Начнем свой выход 10 января Скейт бесконечности Второкосник Рейки Всерьез увлекается скейтбордингом Однако просто кататься на улице С друзьями Для него слишком скучный вариант Он предпочитает по-настоящему Экстремальное катание А потом участвует Вес Закреченная и крайне опасная гонка На скейтбордах Которая проходит За брошенной шахтой Опасная эта гонка Не только потому что Проходит в непредназначенной Для этого миссии Но и в силу того Что в борьбе за первое место Участники могут забыть О спортивных правилах И перейти к границе Честного сражения Все становится еще и днерезнее Когда в класс Рейки Переводится Ланга Ученик вернувшийся в Японию За границей И Рейки берет его С собой на гонку Харимия На первый взгляд Может показаться Что Хори Обыкновенная девушка-подросток Но внешне бывает там мачья В то время как Рейки Труется на работе Героини остаются Все хлопоты по дому А также забота О младшем брате Из-за постоянной занятости У нее просто не остается Время на то Чтобы насладиться Прелестями подростковой жизни Вскоре она Знакомится с Миямурой Который также не показает Школьный настоящего себя Он кажется Недружелюбным Тихоней Но за пределами стен школы Оказывается Абсолютно другим человеком Так у этой парочки Находится много общего И пусть вина Они начинают сближаться Доктор Рамоне Специалист по таинственным болезням Пока внутри грубой Человеческой оболочки Бьется горячее сердце Люди обречены страдать Однако если их страдания Начинают переваливать Через край Осознание вливается В нечто странное То у человека Может развиться Неизвестная И что самое ужасное Неизлечимая болезнь По большинству людей И даже врачей Об этом неведомо Однако существование Таких вид недугов Бесспорно В счастье Есть в мире доктор Который на пару с учеником Борется с болезнями Которые не подвластны Современной медицине У удивительного доктора Рамоне Конечно с первого взгляда На этого шумного любителя Сквернословить У которого Постоянный ветер В голове Не скажет Что он доктор Но несмотря на Сомнительный внешний вид Солкнувшись Загадочной болезнью Рамоне Способен в одно мгновение Раскусить первопричину Недугу И спасти страдальца И от физической боли Темная сторона Разумеется Я буду это ждать Инзененко Моно В отдаленной деревушке Затерянной в горах Начинают происходить Загадочные вещи Раз в месяц В деревне Находят трупы Убитых животных Для расследования Этих происшествий В деревне прибывает Частный детектив Памятник Ахати Инугами Специализирующийся На делах Связанных с оккультивом В дороге Он встречает Странного мальчишку Который Вместо того Чтобы как все Обычные дети Сходить в школу Каждый Работает в поле Именно парнишки Кабаны Кусака Но в деревне Его недолюблюют И не зовут Иначе Как по прозвищу Доротабу В честь Юкаева Живущих в грязи Лисового поля Пока Инугами Идет расследование Он убеждается В его сверхъестественной природе А еще успевает Дружиться с Доротабу У которого Возможно Не только Имение человеческое Импульс мира Второй сезон Начнет свой выход 11 января Также в этот день Рассвет идолов Новая матер кулинарии Второй сезон Геренская клубинка Третий сезон Реинкарнация безработного История приключений В другом мире Бывает в жизни Невезение Только 30-летний Безработный Отакубительник Доходит до точки И решает Что пора взяться за ум И изменить свою В общем-то Никчемную жизнь Как его Насмерть сбивает грузовик Однако На этом история О его жизни Не заканчивается Ведь он приходит Себя в теле ребенка Причем В совершенно ином мире Где в ходу магии Да и рыцарские бои На мечах Вполне в порядке вещей Отныне Нашего героя Зовут Рудеус Грейрат И он начнет Такие жизнь С нового листа Но теперь уже В новом полном опасности И чудес в мире Экс-Арм На науне 2014 год Аки Ранатсума Настолько боится Электрических устройств Что его страх Практически граничит С фобией При всем при этом Ему нет равных В диагностике Неисправности Во всех возможных Двестах Он решает Что так дальше Продолжаться не может Нужно взять себя в руки И измениться Чтобы стать достойным Человеком общества И как старший брат Обзавестись наконец С девушкой Однако Свершиться этим Великим начинанием К сожалению Не суждено Так как Акира Погибает В результате Несчастного случая Проходит 16 лет Находясь в критической ситуации Девушка Сенсуального Полицейского отряда Ее напарник Андроид Активирует Вскорадует Искусственный интеллект И супероружие Под названием Экс-Арм Представив ему Полный контроль Над управлением Своим кораблем И никто Представить не мог Что этот искусственный интеллект На самом деле Мозг Акера О моем перерождении Слезь второй сезон Начнем с выход 12 января Мог бы и не выходить Я б не грустила Приоритет Чудо-яйца Мира Ведьмы На взлет Начнем с выход 13 января Каждая серия Будет длится По 15 минут Великий Из бродящих псов Шуточные истории Семь смертных грехов Яростное правосудие Покорение Горизонта Падение Круглого стола Маг-целитель Новый старт Один маг-целитель В поле не воин Вот и Каяру Представляющему Эту специальность Не остается Ничего другого А как раз за разом Становится инструментом Для чужих побед Так и пропадает бы ему Безвестность и депрессия Но даже он смог Заглянуть за пределы Магии исцелений И увидеть ее Истинный потенциал Когда он понял Что исцелитель На самом деле Сильнейший класс Вот только было Уже слишком поздно К этому времени Он потерял все Что имел У любого на его месте Опустились бы руки Но парень решил не сдаваться Он применил исцеляющую магию Ко всему миру И вернулся на 4 года назад Чтобы исправить свою жизнь Вот теперь Тамак Силитель Вооруженный знаниями Из будущего Покажет всем Кто тут в поле Настоящий воин 14 января Доктор Стоун Каменные войны 15 января Парочка спешлов К мувику по гентами В этот же день Полнометражка Космический линкор Ямато 2202 Войны любви А также Космический линкор Ямато 2205 Новое приключение 20 января Волшебник воин Орфен Второй сезон Китайцы С Соной Которая будет длиться Здесь серии Длинный меч Мы дождались Кажись Давайте Давайте Живы все Плюйте Чтоб ничего не случилось К 23 января Потому что На 23 Нам обещают Мувик По Евангелиону Как раз таки Тот самый Четвертый Долгожданный Сука Седьмой киллер Третий сезон Запланирован на 27 января Это будет Она На 10 эпизодов Кажется Который Длится 15 минут Я пыталась уговорить ее в Догадзева Эпизод 13 Этот же день Граница безнравственности Это будет Хентай Из одной серии Действия разворачиваются В одной из частных академий В Японии Мюки Сараги является Оплотом нравственного Благополучия академии Она умна Красива Невероятно крута Даже у нее есть секреты И слабые места Я тебя люблю Ова из двух эпизодов Действия разворачивают В 2010 году Главный герой Джун Уже несколько месяцев Встречается с Хару На последние каникулы Перед выпуском Пара договорилась Провести время дома У главных героиней Это был день фестиваля Обон И Джун с Хару С нетерпением ждали фейерверка Чтобы окончить день Первым сексом Да Это будет хентай Я все равно буду его Очень сильно ждать Он как-то очень мило звучит Следом у нас идет Еще одна хентайная вашка На 20 минут Если верить тому Что перевел у меня Гугл Потому что я не нашла Нормальный перевод Примерно во времена Гартензии Ну и закончится Мейс Еще одним хентаем Посолнечек Хаянисаки Да Это тоже был гугл Хитсату и Нарихито Женаты уже несколько месяцев У них отличное отношение Хороший секс Заимопонимание во всем Ну и в общем Любовь-морковь После очередного страстного секса Пара дала обещание Друг другу Завести ребенка до годовщины Однако Спустя всего лишь день После обещания Нарихито попал В ужасную ситуацию Его ошибочный заказ Стал причиной потери 100 миллионов йен Что вернуть средства Начальник героя Кемизо Кезу Предложил Хитсату Заступить на должность Секретарши В его компанию Однако Это предложение Было слишком пугающим Дахисата Ведь она знала Что начальник муж Настоящий извращенец Но отказаться От шанса Спасить семью Она не могла И на это все Шапочка упала Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии И Хашире сори йо Казайно йо они